Весь декабрь они радовали горожан яркими огнями и новогодним настроением. А теперь сами принимают поздравления. В центре поддержки предпринимательства собрались владельцы магазинов, салонов, кафе, торговых центров. Все, кто откликнулся на призыв принять участие в конкурсе Ёлка-фест. Для бизнеса год был очень тяжелым. Но они не утратили оптимизма и в преддверии праздников постарались сделать свои заведения как можно более уютными и красочными. На самом деле вы все большие молодцы. Вы гораздо устойче, чем многие другие и умеете с позитивом смотреть в сегодняшний день. И это правильно, потому что надо учиться в каждом дне искать хорошее, да, цепляться за это и продвигаться вперед. Первыми награды получили те, чьи творческие находки больше всего приглянулись горожанам. Отдать свой голос в поддержку понравившегося кандидата все желающие могли в официальной группе центра поддержки предпринимательства ВКонтакте. По результатам интернет-голосования третье место в конкурсе Ёлка-фест присудили магазину «Авокадо» на въезде в Балыково. Диплом у второй степени наградили студию свадебной атрибутики «Мадмуазель». А победителем смотра конкурса, по мнению саровчан, стала... Вероника Брычкова, «Фиеста». Поздравляем вас, Вероника. Я очень рада, что мы победили. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. В общем, здоровья, здоровья, удачи, любви и улыбок. Во второй номинации Слоу взял экспертный совет, в который вошли представители Думы и администрации. По их мнению, лучше всего передать новогоднее настроение получилось у коллектива гостиницы «Саров». Все победители и призеры смотра конкурса получили ценные призы, которые предоставили их коллеги по бизнесу. Авторский набор керамической посуды, сертификат на фотосессию и ужин в одном из ресторанов города. Без диплома участника не ушел ни один конкурсант. И организаторы планируют сделать предновогодний смотр «Ёлка-фес» в Сарове традиционным. Мы надеемся, что эта инициатива и в следующем году будет поддержана предпринимателями. Я как ассоциация, естественно, буду выходить с этой инициативой, чтобы была возможность, опять же, и подарки, и стимулировать как-то. А со стороны предпринимателей только креативить и как можно раньше украсить свои офисы, несмотря ни на что. В следующий раз, если позволит обстановка, предприниматели ближе к весне соберутся на другое знаковое мероприятие ЦПП – конференцию поставщиков. Эту площадку создавали для того, чтобы каждый бизнесмен смог заявить о себе, показать товары, рассказать об услугах и найти будущих клиентов. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.